Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Именно эти слова из всеми любимой песни Юрия Висбора стали пророческими и сильно отсрочили встречу туристов, которые каждый год приезжали петь песни у костра и жить в палатках в одной из красивейших мест Самарской области, на поляну у Мострюковских озер. А разлучила романтиков с гитарами пандемия на Грушинский фестиваль «Не забыли». Участники крупнейшего бардовского опен-эйра страны истосковались по янтарным соснам, головокружительным изгибам Жигулевских гор и, самое главное, они пронесли любовь к творчеству и друг другу через три долгих года. Но спустя время это чувство стало только крепче. 30 июня на поляне Мострюковских озер прошло открытие предюбилейного 49-го Грушинского фестиваля в традиционном живом формате. Одним из первых на сцену вышел бард из северной столицы нашей родины Вячеслав Ковалев. ПЕСНЯ Сегодня будет очень необычный концерт, который, вот лично у меня, который мы согласовали с руководством фестиваля. Концерт будет называться «Нам нужна одна победа», где я вот лично за полчаса не спою ни одной своей песни, но мы будем вместе со зрителями петь песни, которые, ну, как мне кажется, идентифицируют нас. ПЕСНЯ Поляна на Мострюковских озерах – место удивительное не только по своей красоте, но и по неповторимой атмосфере, которую можно прочувствовать и пропустить через себя, только находясь в моменте. ПЕСНЯ Здесь встречаются абсолютно разные, но очень добрые, открытые миру люди. ПЕСНЯ Прогуливаясь по палаточным городкам, вы обязательно познакомитесь с неординарными туристами. Так случилось и с нашей съемочной группой. Олег Лемон приехал в Самарскую область из жаркого и гостеприимного Сочи, расширив географию фестиваля до южных границ. Музыкант с большим удовольствием откликнулся на просьбу спеть романтическую песню. Сцену выбирать не пришлось. Мужчина дал маленький концерт на камеру прямо в зарослях на берегу озера. ПЕСНЯ В фестивале имени Валерия Грушина невозможно представить без палаточных городков. За несколько десятилетий люди приспособились к жизни под открытым небом. Проявляя смекалку и изобретательность, они смогли полностью обустроить комфортный быт на природе. Для бывалых туристов баня в палатке уже не является чем-то удивительным и выходящим за рамки понимания. Для путешественников-первоходов такие ноу-хау в диковинку. Идеи прислали лет 15, и этой бане уже 15 лет, наверное, 16 лет. Так что мы... Каждый раз я езжу в баню, написал песню про баню. Сейчас искупаемся на баяне поиграть, да? Туристы, которые приехали на Грушинский фестиваль к открытию, говорили о разном. Размышляли о высоком, травили байки и анекдоты. Делились новостями друг с другом, спорили о музыке, но неизменных в их словах было одно. Все безумно соскучились, ведь фестиваль бардовской песни – это не клуб по интересам, а одна большая и дружная семья. Купол добра как бы над поляной находится, и люди в этом измерении прекрасно себя чувствуют. Грушу изменить никак нельзя. Ее можно только любить. Я приезжаю из Петербурга каждый год, уже 25-й год. Я... Ну вот мы стояли на острове Куполова там, например. Наконец-то. Приехали и радовались то, что наконец-то нас сюда пустили. Вы соскучились по Грушинскому фестивалю? Боже мой, безумно. Я... Веришь, нет. Спал и видел. Вот прийти бы на Грушинский фестиваль. Вот это вот все, вот это вот. Ах! Ну вообще приятные ощущения. Люди все добрые, как обычно, доброжелательные. Все рады друг друга видеть. Два года не было. Мы делали свою мини-грушу с ребятами. Мы уезжали просто на природу там 10-20 человек и праздновали. Но здесь все-таки будет веселее концерт и все остальное. В день гала-концерта на поляне у Мастрюковских озер было жарко. Этому способствовала не только отличная погода, которая баловала гостей, но и сами туристы, приехавшие на Грушинский фестиваль. Авторы-исполнители и зрители стали единым организмом. Будут беды и потери выше крыш. Галантильный бойте. Высокая луна. Моцы! Бега-режда. На берегу старинен голодом. Очень красиво. Долгожданный визит сына легендарного Владимира Высоцкого только подогрел интерес туристов к 49-му Грушинскому фестивалю. Никита Владимирович читал стихи отца с главной сцены на поляне. Общался с туристами и раздавал автографы. После встречи с поклонниками Высоцкого-младшего пригласили на экскурсию, участниками которой стали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Прогулявшись по поляне, почетные гости подписали соглашение о присвоении новому дворцу спорта на Молодогвардейской имени Владимира Семеновича Высоцкого. Советский бар давал концерт в старом здании ледового сооружения в далеком 67-м, но память об этом событии до сих пор живет в сердцах горожан. Я знаю, что в Самаре к отцу моему относятся очень хорошо, очень уважительно. Есть улица Высоцкого, есть группа людей, которые много лет занимаются увековечением памяти Высоцкого. То, что произошло вот только что, по-моему, это очень правильно, очень хорошо. Есть люди, которые чтут, которые помнят, которые делают все, чтобы творчество Владимира Семеновича было с нами и сегодня, а его актуальность и в нынешний период переоценить, наверное, просто невозможно. После официальной части предпоследнего дня Грушинского фестиваля наша съемочная группа отправилась к Горе, на которой полным ходом шла подготовка к главному концерту на плавучей сцене гитаре. «Знаю, есть неизвестная широта и широк, где нас дружба чудесная непременно сведет». По пути мы встретили одного из хедлайнеров «Опенейра» Василия Урьевского. Выходя на сцену, музыкант очень волновался, но зрители практически моментально разрушили барьер и позволили исполнителю открыться перед собравшимися, отблагодарив своего кумира оглушительными овациями. «Куча народу, все тоже соскучились, все рады меня видеть, я рад, что я вот вышел, я так прям кайфанул сегодня, я понимаю, что да, я вот по всему вот этому очень скучал, и даже не хочу завтра уезжать». Уезжать не хотели и те, кто смог преодолеть подъем в гору и стать свидетелями традиционного концерта на горе. «Зеленое небо, красные облака, а больше ростки не было, луч у кака». В этом году организаторы Грушинского фестиваля особенно постарались. Плавучая сцена гитара утопала в дыму, который растекался по ровной глади Мострюковских озер, а во время выступления лауреатов конкурсного отбора на берегу то и дело сияли фейерверки. Авторы-исполнители представили зрителям программу, состоящую из разноплановых песен. «Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак, я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой у меня не скранится никак». Композиции заставляли туристов плакать от счастья, искренне смеяться и сопереживать лирическим героям. «В полночь на поляне Мострюковских озер пошел дождь, который является неотъемлемым атрибутом Грушинского фестиваля. «Не спи в такую ночь, она не повторится, летящую звезду не удержать в руках». Этот традиционный ежегодный каприз природы никак не расстроил зрителей. Вместе с горным грунтом капли летнего дождя смыли все печали людей, оставив после себя рассуна еще не выжженной летним солнцем в траве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова